Библейский портал экзегет.ру представляет 48-й псалом для библейского портала экзегет, читаю, перевод российского библейского общества. 46-й, 47-й, такие гладкие и ровные псалмы про то, что Бог царь над всей землей, ну, вот его столица — это Сион, то есть главный холм Иерусалима, Иерусалим — святой город, храм, его резиденция, он царь. Все это хорошо, но есть у нас с вами одна проблема, причем у каждого из нас об этом. 48-й носит под заголовок начальнику Хорсену в Кораха Псалом, ну, мы уже такие встречали, значит, это поют священнослужители. А проблема-то в чем? Давайте прочитаем. «Слушайте, все народы, внимайте, жители мира, и простые, и знатные, и богатые, и бедные. Мои уста возвестят вам мудрость, мое сердце научит знанию, мое ухо внимает притчем, под звуки лиры пойму и насказание». Такое краткое введение, я сразу здесь прокомментирую. До сих пор, смотрите, Господь велик, прославляем Его, прославляем, прославляем. И вдруг псалмопеец как будто про Бога и говорить не хочет. Я сейчас вам скажу что-то очень важное, мудрое. Все народы, слушайте, это нас всех касается. И вот, собственно, проблема. «Чего бояться мне в день беды? Вокруг коварство и зло. Вы, кто надеется на силу свою и похваляется богатством своим, человек не выкупит ближнего. Нет, не купит у Бога жизнь для него. Слишком уж дорог выкуп. Исчезает человек навсегда. Разве будет он вечно жить? Разве он не увидит могилы? Видишь, мудрые умирают. Все равно, что глупцы и невежды, гибнуты, оставляют чужим богатство свое. Могила теперь для них вечный дом. Таковы их жилища на веки веков. Вот и нарекли они владение своей именами своими. Невдомек человеку, что и в почете он обречен подобно животным. Таков их путь. А как надежен он казался для них. Вот чем он кончится. А как он нравился им. Музыка. Как овец их загонит в Шеол. Шеол — это мир мертвых. Их пастухом будет смерть. Придет утро, праведники одолеют их. Не останется от них и следа. Шеол станет жилищем их. Да спасет меня Бог от Шеола. Да примет меня к себе. Музыка. Не трепещи пред тем, кто стал богачом. Когда слава его дома все возрастает. Умрет он. С собой не возьмет ничего. И не пойдет его слава за ним. Пусть величают его, пока жив. Когда ты счастлив. Все хвалят себя. Все равно он уйдет к отцам, что не увидит света вовек. Не вдомек ему, что и в почете. Он подобно животным обречен. Все. Депрессивный псалом. Мы все умрем. Вот единственная вещь, которую каждый человек может про себя сказать. Я однажды умру. Все остальное получится, не получится, будет, не будет. А это будет. Нет, конечно, псалом про то, что умирают богатые, сильные, которые думают, что все им позволено. Что они себя обеспечили навсегда. Не навсегда, а всего лишь до конца своих дней. Они тоже умрут. И праведники займут их место. Только все это как-то очень мало радует. Потому что в самом начале сказано, человек не выкупит ближнего. Нет, не купит у бога жизнь для него. Слишком уж дорог выкуп. То есть вообще никто никого не спасет от смерти. Но есть медицина. Тогда ее не было. Сейчас она есть. То есть она продлевает, причем существенно, жизнь людям. Но, наверное, опыт, который любой слишком хорошо знает и помнит, когда умирает близкий человек, и ты бы отдал все. Но отдать некому. Выкуп не принимается. Ну, на врачей можно что-то потратить. Но вот у бога купить жизнь невозможно. Разве будет он вечно жить? Разве он не увидит могилы? Мудрые умирают. Все равно что глупцы и невежды. Праведные мы добавим сюда, все равно что нечестивцы. Бедные все равно что богатые. Ну и потом он как-то, псалмопевец, переводит разговор в эту морализаторскую такую область. Ну да, да, это для богатых назидательно. Вот их пастухом будет смерть. Придет утро, праведники одолеют их. Не останется от них следа. Так от праведников не останется. Вот в чем проблема. Если бы только от богатых, богатые здесь, плохие богатые, да, такие олигархи, которые все грабят, притесняют простых людей. И вот в конце он как бы, псалмопевец, так уходит от этой проблемы, говорит, ну это вот богатые умрут. Это вот эти наглые люди, которые возомнили себя бессмертными, они не будут бессмертными. Но проблема-то остается, да, умрем мы все. Депрессивный псалом, причем так, знаете, справедливо депрессивный. Вот есть псалмы, где псалмопевец, как будто маленький ребенок, жалуется, что его там все обижают. Ну, во-первых, бывает, что все обижают, да. Такие истории в жизни случаются. Бывает травля, особенно в закрытых коллективах. Бывает черная полоса, бывает очень серьезный конфликт с человеком, которого не можешь никак не переубедить, не победить, да. Это все существует в нашей жизни. Но часто вот эти жалобы псалмопевца для нас выглядят чем-то таким немножечко детским. Я хороший, а они плохие. А вот тут ничего не поспоришь, мы все умрем. И главное, что этот псалом не дает абсолютно никакого выхода. Есть намек, есть намек, который уже прозвучал, слишком уж дорог выкуп, да. Мы можем сказать, что в Новом Завете выкуп за каждого человека – это крестная смерть Христа. Что вот это и есть то, что позволяет нам надеяться, как здесь говорит псалмопевец, да спасет меня Бог от Шеулы, да примет меня к себе. О чем он здесь говорит о вечной жизни, вообще-то напрямую так не сказано. Но как еще он может спасти от Шеула? Ну, чтобы человек никогда не умирал, или чтобы, скажем, за этой гранью после смерти он оказался не в этом мрачном мире мертвых, а в каких-то обителях с праведниками, да, вот в присутствии Бога. Мы напрямую этого не знаем. Есть какой-то намек, но он дан как намек, и вот у меня такое ощущение, что псалмопевец это сказал и сам не очень понял, что сказал. Иначе бы он развил эту тему, как он подробно обсуждает храм, как он подробно обсуждает молитву, благоденственное такое действие Бога в жизни израильтян, в давние времена и сейчас, там, красоту царской свадьбы, все что угодно. Если бы он всерьез знал что-то о посмертном благом существования, он бы наверняка об этом подробно, долго, цветисто писал. Он как будто проговаривается, да. Ну, если мы верим, что текст богодухновенный, что в нем дух говорит, а не только человек, то это проговорка, она от духа, конечно, но псалмопевец, кажется, ее не понимает. Вы знаете, а ведь псалтирь, как учебник молитвы, содержит все, в том числе и наше уныние. Разве не страшна эта мысль? Мы умрем, я умру. Мы-то ладно, я умру, думает каждый из нас иногда. А что потом? Псалом, а вдруг просто чернота и пустота, небытие, а вдруг гиена огненная, а вдруг, а вдруг, а вдруг, и псалом об этом и говорит. И причем даже, вот как я сказал, псалмопевец как будто выскальзывает из этой проблемы, переводя стрелки на богатых и знатных людей. И на этом псалом заканчивается. Но не заканчивается псалтирь, да. Вот в ней нету дешевого оптимизма. В ней оптимизма очень много. Но дешевого нету, когда, знаете, вот на любое высказывание находится какая-то отговорка такая. Ну вот умер человек, и его родных утешают. Говорят, ну ничего, ничего, он там на небе сейчас радуется, коньячок попивает, на нас смотрит. Да, такое примитивное представление о каких-то садах блаженных, где после смерти всем дают то, что они очень любили при жизни, коньячок, например. Да, и, ну, это, конечно, как бы утешает, но такая фальшь в этом чувствуется. Вот этой фальши нет в псалтире. Есть трагизм того, что мы умираем. Будет ли на это ответ? Ну, конечно, будет. У нас еще целых сто псалмов с небольшим. И во многом они будут ответом на этот вызов. С 48-го псалма, начиная прямо с 49-го. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ